Обозревая российскую прессу, легко заметить скорость деградации верхушки их власти. В самом деле, если принимаются какие-то дикие решения, последствия которых уже известны из истории тех же самых ходов, и когда это делается буквально несколько раз подряд, то это говорит о том, что там уже идет густой сюр, который своей вязкой массой выдавил буквально все. Так, несколько месяцев подряд, целый взвод лиц, которые допущены до официальных комментариев экономической ситуации в стране, говорит о том, что искусственное регулирование розничных цен – это дело опасное и бесполезное. Ведь такое сдерживание цен принципиально не решает задач, которые ставились изначально. Более того, есть большая доля вероятности, что продавать в убыток себе никто не захочет, и просто схлопнется целое направление торговли. Даже в Савке это привело к коллапсу, хотя там производитель продукции не имел прямых проблем от того, что она продается по цене ниже себестоимости. Ведь производство, торговля и вообще экономика были в руках государства. И как там и что компенсировало эти убытки, никого не волновало. Более того, поколение людей выросло с отсутствием элементарных знаний о том, как это должно работать в нормальных условиях, и как формируется розничная цена на молоко, хлеб, газ, ну или что-то еще. А в текущих условиях мгновенно возникает вопрос о том, что если тебя вынуждают торговать ниже рыночной цены, то, скорее всего, ты получишь убыток. А раз так, то возникает вопрос о том, будет ли этот убыток компенсирован. И если будет, то кем, как и когда. Если с этим вопросом не будет ясности, то в таком случае желание Путина показаться добреньким и заботливым дедушкой ложится на производителей и работников торговли. В таком случае получается совсем не так, как это было сказано в старой кинокомедии. Так пусть же наши возможности совпадают с нашими желаниями. И, между прочим, такое развитие событий настолько очевидно, что некоторые деятели пытаются смотреть на пару шагов вперед и уже предлагают некоторые меры, которые станут актуальными при коллапсе отдельных отраслей экономики и торговли. Меры эти тоже не новые. Распределительные карточки на основные виды товаров. Правда, чтобы те, кто помнит о тех временах, когда все именно так и распределялось, и что за этим последовало, их назвали эстетично и красиво. Это сертификаты. В общем, тем, кто поднимает эту тему, вполне понятно, во что это выльется. Отсюда вот и такие предложения. И вот Путину сразу из нескольких мест почти прямым текстом сказали о том, что его желание не соответствует возможностям. Если ты дальше будешь регулировать цены и не даешь реального механизма компенсацией, то ты вообще завалишь этот сегмент, и цены взлетят еще выше, а регулируемый товар попросту исчезнет из легальной торговли. Понятно, что Путин не станет публично признавать своих ошибок, поскольку он играет роль престарелого матча и испанского летчика одновременно. Но какое-то время все-таки он заткнул фонтан. Однако теперь понятно, что сделал это ненадолго и вернулся к этой теме снова. Но теперь уже с другой стороны подошел. Передовицы ряда изданий вышли с названиями, которые вполне можно называть штампованными. Если кому-то приходится регулярно обозревать прессу противника, то он обязательно должен был заметить, что официоз там все чаще начинается словами «Путин поручил». Вот и сейчас ряд изданий с разной фразеологией подает название в стиле «Путин поручил чиновникам найти дешевые продукты для россиян». Правда, он не уточнил, где они должны искать эти самые дешевые продукты. Но поскольку он опирается на совковую практику, то легко просматриваются два варианта – исторический и анекдотический. Так, первый может действительно дать не просто дешевые, но дырмовые продукты, если взять на вооружение методы продразверски. В свое время это действовало неотвратимо и последовательно. Только вот вслед за этим всегда наступал великий голод. Ну а второй основан на старом анекдоте о шамане индейцев с двумя новостями – плохой и хороший. Плохая состояла в том, что их ждет голод, и они будут есть Г. А хорошее – шаман знал, где этого Г много. Но если речь идет о втором варианте, то Якутию никто не отменял. А местный зодчий и воятель может временно лепить свои шедевры из чего-то другого. Ну а пока задача звучит так. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручение по стабилизации цен на продовольственные товары, резко взлетевшие в год выборов в Государственную Думу. Ну вот оно и понятно, ведь в Совке было принято устраивать торговлю дефицитными товарами на избирательных участках, ну чтобы привлечь избирателя. Здесь же можно сделать то же самое. Но куда им до нашей операции гречка, когда все раздавалось даром? Лишь бы голосовали за первого межпланетного астронавта Леню и его молодую партию «Земля в иллюминаторе». Но на Москве и до этого пока не дошли, поскольку Леня раздавал по кункой только в столице и только по пенсионным и маргинальным каналам. А начнее это делать на всей территории России выйдет еще дороже, поскольку людей пенсионного возраста там критически много, ну а прослойка маргинеза там настолько толстая, что даже обозреть не то что осчастливить подачками просто невозможно. Плюс к тому, при ряде стихийных бедствий там уже несколько раз пытались доставлять гуманитарку пострадавшим и был получен вполне определенный опыт. Гуманитарка разворовалась еще до того, как ее отгружали со складов, а часто она была разворована еще до того, как вообще попадала на склады. Потом эти товары из гуманитарки можно было легко найти на рынке. И в общем, кому как ни Путину знать о том, что именно такой механизм адресной помощи, будь то пострадавшим от стихийного бедствия или малоимущим, мгновенно превращается в кормушку. Ведь сам Путин, будучи видным чиновником питерской власти в начале 90-х, отвечал за обеспечение населения города товарами первой необходимости по линии гуманитарки. И он лично ее разворовал, просто подчистую, а потом через торговые сети, контролируемые братками из Тамбовской ОПГ, успешно продавали все до последней коробки ножек Буша. Хотя все это должно было раздаваться бесплатно, и многие из оставшие те времена покупали это на рынке. А попадало оно туда именно вот таким вот нехитрым способом. Зная это, Путин и настаивает на том, чтобы товары были в действующих торговых сетях, но по ценам гораздо ниже рыночных. И если в первый свой заход на тему он делал акцент на сдерживании цен, то теперь он требует, чтобы чиновники разбились в лепешку, но нашли для народа дешевый товар. В любом случае тут можно констатировать факт, что речи Кудрина, Набиулина и ряда других деятелей экономики России крупного калибра не попали в цель. Дед прет по своей тропе и не обращает внимания ни на что. И в общем, пускай себе идет, и главное, не вспугнуть его при этом, ведь он туда идет не сам, он ведет за собой потенциальных двухсотых и трехсотых их там нетов, которым лучше остаться дома навсегда.